МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перепередача Дневник в студии Жаля Гусейнова. 28 сентября подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Лагюляр Кельбаджарского района, в результате чего ранен военнослужащий азербайджанской армии Нижат Искендаров. Министерство обороны Азербайджана заявили, вся ответственность за произошедшее ложится на военно-политическое руководство Армении, которое целенаправленно пытается обострить ситуацию. Эту тему обсудим с политологом Фуадом Чираговым. Фуад Мялим, добрый день. Добрый день. В последнее время участились провокации вооруженных сил Армении, которые всячески стараются дестабилизировать ситуацию в регионе. По-вашему, чего пытается добиться эта страна? Да, действительно, в последнее время участились провокации Армении вооруженных сил. Это в первую очередь сказано в том, что они хотят облудить и предыдущие форматы разрешения, которые были достигнуты в Москве и в Брусселе. Они стараются не выполнять все обязательства. Поэтому хотят изменить форматы, хотят показать конфликт мира за ресторан. Потому что очевидно, что армянская сторона не хочет принять реалии, которые были созданы после 2002 года. То есть они увидели, что в эксломатической сфере, в плоскости, они ничего не смогли дать. Поэтому, соответственно, правосарственные, они хотят изменить, облилить все договоренности, все обязательства, которые Армения взяла на себя. Накануне помощник президента Азербайджана Хикмед Гаджи по инициативе советника президента США по национальной безопасности Джо Байдена Джейка Салливана в Белом доме встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Какие вопросы стояли на повестке встречи и насколько Запад заинтересован в налаживании отношений между странами? С Азербайджанской стороны, это агенда, можно так сказать, очень ясна. Это выполнить все обязательства, предыдущие обязательства. Выполнение, а это в первую очередь, выполнение обязательства прекращения огня, прекращение совокации армянского вооруженных сил. Потом это подписание мигового договора на основе пяти принципов Азербайджана, которые предложил. И открытие коммуникации, и, короче, все обязательства, которые вытекали в предыдущих соглашениях и переговорах. Вот они, армяне, как-то в последний момент используются ситуации, которые сложились в СССР, то есть средизвыборная политическая обстановка, и роль армянского ввода и возросла. И вот они хотят как-то получить поддержку СССР в этом вопросе. Но армянская, так же, последовательная, логическая, и полностью соответствует принципу международного права. Совет национальной безопасности Турции осудил провокационные действия Армении против Азербайджана и выразил решительную поддержку нашей стране. Какую роль играют подобного рода заявления в предотвращении провокации со стороны вооруженных сил Армении? Такого рода заявления, кажется, Турция всегда играл очень большую важную роль. И во время войны в 2020 году высший руководство Азербайджана не раз выявлял, что именно позиция Турции предоставил всех больших сил международных игроков, которые хотели сделать открытую поддержку Армении. То есть в этом вопросе сейчас входит Турция открытая поддержка. Опять сигнал этим делом, что Азербайджан не одна, Азербайджан имеет поддержку Турции, а на земле Азербайджан и Азербайджаном более чем достаточно сил, чтобы эффективно ответить тем провокациям Армении против Азербайджана. Спасибо, Фуат Меллим, за то, что уделили нам время. С нами на телефонной связи был политолог Фурат Чирагов. Подписывайтесь на наши страницы CBC FM Азербайджан, Facebook и YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok